Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Истец требует признать ее право на обязательную долю в наследстве Ответчик иск не признает, потому что истец молода и здорова Слушаю вас, истец Ваша честь, мой муж умер 4 месяца назад Вот, моего Владички не стало И я пошла к нотариусу по поводу наследства И узнаю там, что оказывается есть завещание И по завещанию его прекрасная квартира Отписано Его второй жене У нас третий брак А, вы третий уже? Да, у него, точнее говоря, третий брак со мной То есть, когда он уходил из второй семьи То он уходил очень тяжело Мы с ним вместе работали Он декан факультета Я секретарем работаю в приемной комиссии Вот, мы с ним коллеги И когда он решил ко мне уйти Его супруга, бывшая Вы не представляете, что она творила Как она издевалась Это были скандалы Это были сцены Это были попытки суицида Причем она бракировала Какое это имеет отношение к делу? Дело в том, что поскольку она так над ним издевалась Он для того, чтобы как-то... Он очень интеллигентный человек Интеллигентный, заботливый, чуткий И чтобы как-то успокоить эту ситуацию Уйти из этого дурдома Он вынужден был написать завещание У интеллигентного человека не могло быть дурдома Чтобы оттуда уйти Чтобы оттуда уйти Мы и скорую ему вызывали у него И чуть инфаркта не было из-за этой ситуации Сколько лет назад это было? Актрисы Прожили мы с ним 11 лет Вы 11 лет, когда завещание? То есть завещание было составлено еще раньше Да, когда он уходил Вот, ушел он Ушел он из своей шикарной, прекрасной квартиры В центре Москвы Он ушел ко мне У меня квартирка маленькая Квартирка моей мамы Квартирка маленькая Квартиру приобретал мой муж 43 метра Но записана она была на вашу маму Простите Живет в этой квартире Помимо... Значит, моя мама Племянница помимо нас Ну и мы с супругом 11 лет Счастливой жизни Как говорится, в тесноте да не в обиде Жили душа в душу Сейчас его не стало Сейчас его не стало И представьте Я не могу представить себе Как могло так случиться Что завещание Отписано на нее Я больше чем уверена Нет, ну как вы не можете себе это представить Если оно было Потому что Вы оспариваете завещание? Чем уверены мы Иссец, вы завещание оспариваете? Само завещание оспариваете? Нет Я завещание Не оспариваете? Не оспариваю Вы просите... Я уважаю волю покойного Конечно Ну знала Знала завещание То есть вы знали о том, что завещание было И ваш муж его не изменил И видимо это было его решение Это я не знала Я предполагаю, что есть второе завещание Которое пока не найдено Но даже Даже если признать, что оно не найдено Его нет Вот факт, как есть сейчас Ситуация какая Я неработающая пенсионерка Я пенсионерка Вышла на пенсию Я осталась сейчас... Сколько вам лет? Что вы уже на пенсию? Мне сейчас 56 лет 55 Будет 56 Через 3 месяца Вот Ситуация-то какая Вы получили пенсионное удостоверение? Да, конечно Вот Пенсионное удостоверение Свидетельство о рождении Документы на квартиру Я все, что необходимо, принесла Свидетельство Пожалуйста, передайте О смерти Да, конечно И вы не работаете? Я не работаю Вообще, когда мы с супругом жили Мы очень счастливо жили И, конечно, он на 20 лет старше меня Очень мудрый, грамотный человек Зарабатывал он, конечно, больше, чем я Тем более, что у нас и мама на попечении И племянница тоже я помогаю И что теперь? Теперь я вышла на пенсию У меня пенсия 13 400 Как я могу жить на эти деньги? Как я могу жить на эти деньги? Не совсем плохая То есть я, получается, сейчас Без наследства, если я останусь Я просто нищая Я хоть... Иди, побирайся Я просто не представляю Так что вы сейчас хотите? Хочу... Значит, я подала иск Чтобы мне, значит, долю в обязательном... Право на обязательную долю Право на обязательное наследование Как неработающей пенсионерке Которая мне положена по закону Скажите, пожалуйста, а у вашего мужа На момент смерти были какие-то денежные средства на счетах? Были деньги у нас небольшие Но вы сами знаете Похороны дело такое Все наши сбережения туда ушли Ну-ну-ну-ну-ну Заняла еще И сейчас отдаю Ну, в общем, похоронили достойно Все, что положено Все законы соблюли Да не очень достойно Просто бессовестно поступили вы Поняла вас, естественно Пожалуйста, ответчик, слушаю вас Ну, я с этим иском, естественно, не согласна Потому что на обязательное Как на что претендует Обязательная доля На обязательную долю Она просто не вправе претендовать На это имеют право дети Инвалиды Старики Истица, хотя она и считается пенсионеркой Она не инвалид Пенсионерка даже Вы усомнились Если я не инвалид, то, что я не имею права Теперь мне инвалидам надо сделать Так что ли? Действительно Я это не сказала Я как раз говорю о том, что Вы в очень хорошей физической форме За собой надо Да и вы бы были в такой форме Пожалуйста, я не жалуюсь Скажите, пожалуйста, имеются какие-то еще Наследники первой очереди? А как же? Я имею в виду дети А как же? Вот меня удивляет то, что почему-то Истица об этом никак не упомянула Потому что ее не в суд об этом Не спрашивал пока У мужа моего бывшего Есть еще два сына От первого брака С которыми у меня очень хорошие отношения Мы как были, так и до сих пор Ну, очень хорошо общаемся Два сына от первого брака Да, да Сыновь от моей ровесники Родители живы? От первого брака Нет, нет, нет Я имею в виду умершего Родителей не было Нет, нет То есть получается, что наследников В первую очередь и трое Да, конечно И двое сыновей И на ту долю, которую Истица хочет претендовать У нее никак не получается На одну четвертую, как положено мне по закону Кроме того Абсолютно Я прошу обратить внимание на тот факт Что вот дата смерти моего мужа записана Шестого Шестого, шестого, пятого У Истицы день рождения Да, вот такое горе И у меня День рождения Подозрение, я считаю, очень даже обоснованное Что муж умер Именно в этот день Но Истицы было выгодно записать Это в час ночи Она вызывает скорую Чтобы зафиксировать эту смерть Потому что Ну, тем, чтобы наступило ее 55-летие Что она осталась пенсионеркой Ответчик, какие документы вы хотите представить? У меня есть все документы Какие документы? И свидетельство о рождении детей его И, ну, дата о смерти Заключение нашего брака Расторжение нашего брака И завещание И завещание Передайте мне, пожалуйста, завещание и справку о смерти Пожалуйста Конечно, оставил завещание И еще странное 26 июля И кроме того, что Я знаю, что всегда мой муж Хотел быть похоронен Вместе со своей матерью Рядом Но его кремировали И у меня есть подозрение на этот счет Чтобы нельзя было Установить точную дату смерти Вам бы сказочки писать Подозрение Вы обращались в правоохранительные органы По поводу ваших подозрений? Нет, не обращалась Потому что это фантазия Я не рассчитывала Больный будет Будет такие предъявлять претензии Далее в программе Я его друзей оттаскивала от ее кровати У ей было 13 лет Она была взрослая девочка Если бы не я Ее бы изнасиловали Всем известно Что как бы ни старались родители Повзрослев Дети всегда найдут В чем их обвинить Сможет ли мать доказать дочери Что много лет назад Спасла ее От неминуемой гибели Пожалуйста Я все верну Все, в целости и сотраж Но где мои вещи Теща выгнала из квартиры бывшего зятя А его новый диван и холодильник оставила Что она требует взамен И согласятся ли на это зять и его новая жена Оглашается решение суда Суд принял решение Иск удовлетворить Признать за истицией право собственности На одну шестую долю квартиры Принадлежащему умершему мужу В судебном заседании установлено Что истица На момент смерти мужа Достигла 55 лет То есть пенсионного возраста В соответствии со статьей 1149 Часть первая гражданского кодекса Российской Федерации Право на обязательную долю в наследстве Имеют несовершеннолетние И нетрудоспособные дети Наследодателя Его нетрудоспособный супруг И родители А также иждивенцы Наследодателя В этом случае они наследуют Не менее половины доли Которая причиталась бы каждому Из них при наследовании по закону Нетрудоспособными считаются Мужчины достигшие Возраста 60 лет И женщины достигшие Возраста 55 лет В законе не оговаривается Состояние здоровья В том случае Если лицо достигло Пенсионного возраста В законе просто установлен Возраст И все Больше ничего Что касается обязательной доли Как было установлено В судебном заседании У умершего трое наследников Два сына и жена Соответственно Наследство должно делиться Исходя из следующего расчета По одной третей доли каждому Так как имеется завещание На ответчика То обязательная доля Составляет половину От одной трети А это Одна шестая доля Понятно решение суда? Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда Иск удовлетворить Одна шестая Это конечно Хуже чем одна четвертая Но радует то Что не все досталось Этой гарпии Эта фурия наложила Свою лапу На все хотела Все захапать А я молодая пенсионерка Должна была бы не существовать Суд очень справедлив Я рада его решению Спасибо суду За его справедливое решение Я была в этом уверена И поскольку Сыновья моего бывшего мужа Такие же благородные Как и он Я уверена Они меня без квартиры Не оставят Я как жила Так и буду жить В прекрасной квартире Спасибо Истец Требует взыскать Совершеннолетней Трудоспособной дочери Алименты На свое содержание Ответчик Дочь истца Иск не признает Пожалуйста Истец Я вас слушаю Ваша честь Я очень прошу Мне помочь Потому что Ну вот на старости лет Я оказалась одна Старший сын мой Саша Он второй раз Уже сидит в тюрьме А вот дочь Марина Она уже забыла Про моего существования Сейчас я живу В деревне Пичуги Пермского края И живу Существую На ту пенсию 9 490 Которую мне Предоставило государство На эту сумму Конечно Очень тяжело прожить Приходится экономить Я уже не говорю Чтобы там Папа не поесть мясо Но на черный хлеб С маргарином Мне хватает И плюс еще С огорода Что-то я имею А с дочкой Общаетесь? На данный момент Нет Она не откликается На мои звонки Ну а почему Вы перестали общаться? Ну потому что Я из-за семейного Положения Я была вынуждена Мы жили в Перми И у меня Муж был Ярьяный пропойца Он И пил И бил Привозил друзей Были постоянные Милиция Сын На то время Первый раз Сидел в тюрьме А дочке было 13 лет И чтобы Вот Избежать Вот этого Деспота Вот этой всей Обстановки Сложившейся Я была Я была вынуждена Вместе с ней Уехать Из города Перми В этот Пенский край В свою деревню Где у меня был Родительский дом Мы там прожили В этой деревне Где-то Два года Но в деревне Там условий Никаких не было Потому что Там Вода на улице Туалет на улице В школу Вот ей приходилось Ходить В другую деревню Ну Она не выдержала Этих условий Потому что Ну нету Уехала от вас Человек, привыкший Жить в городе Он никак не мог Там И как ей только Испомнилось 15 лет Она и убежала В Москву На учебу Ну она отучилась Я приезжала к ней В общежитие Помогала ей Привозила продукты У меня тогда был Огород свой И была Своя птица была Вот Мешками таскала Помогала ей Понимала Что она учится Что ей нужна Какая-то поддержка Какая-то помощь Как только она В 22 года Вышла замуж Хороший человек Ей попался Богатый Хорошо зарабатывает Она хорошо зарабатывает Все Мать не нужна уже ей Мне же нужно Сейчас и к врачу Поняла вас, истец Поняла Поняла Просите взыскать Дочери Алименты Ежемесячно В размере 7 тысяч рублей Да Потому что я к ней Обратилась Чтобы она хоть как-то Помогла мне Встать на ноги Она даже Слушать меня не стала Она бросила Давайте послушаем Ответчик Ответчик Как вы относитесь К иску? Ваша честь Вы признаете иск? Я с иском Мне согласна Чего же маме-то не помогаете? Нет, помогать я своей матери Не собираюсь И не планирую И не буду А она мне всю жизнь перевернула У меня была мечта Она ее разрушила Мою мечту детскую Какую мечту? Мы жили в Перми Я занималась хореографией Балетом Я бредила балетом Балет Я подавала большие надежды Мой педагог Говорил о том Что мне нужно Обязательно В обязательном порядке Поступать Заниматься дальше 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 Но Ничего не произошло Вдруг почему-то Картинка мира Перевернулась Резко Да И нам пришлось уехать Мама меня забрала Вообще В какую-то глушь Деревню Если бы мы остались С тобой жить В этой Перми Это было очень сложно Мне на тот момент Было 13 лет Но это правда Что вы два года Всего лишь прожили В деревне И потом вернулись в Москву Два года Но это большой срок Вы пробовали поступать? Пробовала Но Это было бессмысленно Потому что Уже упущено время Это очень большой период У меня не было возможности Из деревни Приезжать в Пермь И продолжать занятия Ну просто денег не было Грубо говоря Даже на покушать Извините Мы жили в какой-то халупе Я там вечно Что-то помогала По хозяйству Где-то мы там Добывали деньги Но это невозможно Мы ругались И я объясняла Что мне нужно вернуться Мне нужно продолжить Правильно Вернуться в эту Просто не слышали Мама послушай Это была моя мечта Ты неизвестно Что было с тобой Если бы мы остались там Тебя же Тебя же били Избивали Тебя же Смаивать Вот эти друзья Хотели Моей голове было искусство Только моя мечта Я занималась балетом Большой отец выпивал Еще как Я смутно вообще Что-то помню Что у них происходило Семейная жизнь У меня вот в голове В памяти в детстве Только танцы Вот по сути Я его друзей Оттаскивала От ее кровати У ей было 13 лет Она была взрослая девочка Если бы не я Ее бы изнасиловали Ее пытались спаивать Эти друзья Если бы Настолько все плохо Если бы Настолько все плохо Я бы конечно Уехала бы сразу Из города Вообще К какой-нибудь другой город Правильно Я тебя огораживала От этого Никаких неприятностей Все было в порядке Как истец Я этого не видела Истец Слушаем ответ Когда мы уехали Прошло два года Мне было уже на тот момент 15 И я все-таки Все-таки решилась уехать От мамы Из этой дыры Я попыталась поступить Хотя думала Что поеду в Перм Но поняла Что это не совсем Был лучший вариант Правильно Потому что Ну время уже прошло И нет в принципе Никакого возможности Дальше продолжать И я рискнула Маханула в Москву Сразу же Естественно У меня не было С собой ни денег Ни каких-то возможностей Ни каких-то рекомендаций Ни людей Которые бы мне там помогли Я мыкалась очень долго В Москве И с горем пополам Поступила В педагогическое училище Ну да Пообучать хотя бы Да там хореографию Хоть как-то что-то закончить Какое-то образование получить Хореографическое Да Химка в Подмосковье Там предоставляли общежитие И я как-то так Устроилась Жила там Училась А сейчас Кем вы работаете? Сейчас я преподаю Да Преподаю хореографию Обучаю деток Ну значит от вас Хореография никуда не ушла? Ну это не тот уровень Это просто преподавание А у меня была мечта Отличка Вы не думаете Не думали никогда о том Что если бы действительно Вы обладали исключительным талантом То за эти два года Вы бы не потеряли навык И поступили бы А это специфическое искусство Там нельзя делать перерывов Совершенно никак Что такое искусство балета И меня не взяли в Москву Когда я приехала Показала то что я могла Умела Мне было тогда 15 Да И объяснила что Сколько я занималась Когда у меня закончилась практика Меня не взяли Мне сказали девочка Нет У вас нет будущего У вас не будет будущего Вы просто Ну откуда вы знаете Ну откуда вы знаете Может быть точно так же Было бы Если бы даже эти два года Вы занимались хореографией Вам точно так же могли сказать Ну надо было как-то же Жить, выживать Я не могла просто Постоянно заниматься Чем надо было Где-то Как-то что-то Жить, существовать Может быть даже если бы Вы остались в Перми И продолжали заниматься хореографией С 13 до 15 лет А потом попробовали поступить Вы бы услышали ровно Такие же слова Что у вас в балете Нет будущего Откуда вы можете знать Нет И какое это имеет отношение К тому, что ваша мать Сейчас не в состоянии выжить На свою пенсию 9 тысяч рублей Тут с копейками Я была ребенком Я была ребенком И что? Она вас что Говорила? Мама Мама Должна была выполнять Свои материнские обязательства А что? Я не встану Вашем понятии Подождите Отвечу Истец Подождите А что в вашем понимании Свои обязательства Каким-то образом Найти возможность Достать деньги И сделать так Чтобы я не уезжала Где-то там жила Как-то снимала Может быть что-то Училась бы дальше У меня была цель У меня было обучение У меня была мечта Она обязана была мне помочь Ваша мама Видимо По-другому У нее сложились По-другому обстоятельства Снять квартиру Где-то что-то Это нужны большие Делие документы Я могла решить эти вопросы Правильно я вас понимаю Ответик Что из-за того Что не осуществилась Ваша детская мечта Вы считаете Что Маме помогать не надо Вы ее таким образом Наказываете Я в принципе не могу ей помочь В принципе Потому что Я с 15 лет уже жила Сама по себе Мама мне никак не помогала Ничем И она не выполняла Свои какие-то Троильские обязательства Она не навещала Вас в общежитии Она не навещала Я уехала в Москву Одна И Злата Как ты можешь Ты что не помнишь Я тебе возьму продукты Поэтому И не только поэтому Я не собираюсь ей помогать Сейчас В ее вот ситуации жизненной И вообще у меня нет возможности Помочь Мам Какой у вас заработок Да подождите вы Истец Я вышла замуж 22 года У меня вот хороший муж Муж прекрасный Я его люблю Все полюбив Все замечательно Но мы не богачи Мам У меня зарплата моя Вот официальная Вот пожалуйста Смотрите Социальная зарплата 35 тысяч доход По курорту ты ездишь У вас все хорошо А мой супруг Получает 45 тысяч рублей Но у нас же ребенок Пятилетняя дочка Вот пожалуйста Средство рождения Но не хватает этих денег На содержание семьи Мам Я вообще не могу понять Я все таки Тебе воспитывала Я отказывала себе во всем Чтобы тебе сделать хорошо Я тебя ограждала Не катаемся по курорту Не мотаемся А сейчас я слышу От тебя отказ Мы живем очень скромно И что я должна в этом случае делать Я тебе должна помочь Я поняла вас ответить Я не в состоянии работать Суд удаляется для вынесения решения Я ничем тебе не обязана Далее в программе Пожалуйста Я все верну Все в целости и сохранности Но где мои вещи? Новые окна Свежие обои Муж старался для второй жены Но бывшая теща Выгнала их из квартиры Он хотел бы унести Весь ремонт с собой Поможет ли суд? Оглашается решение суда Суд принял решение Иск о взыскании алиментов Удовлетворить частично Взыскать с ответчицей На содержание матери алименты В твердой денежной сумме Равной 6 тысячам рублей Сразу обращаю внимание сторон На то, что данная сумма Гораздо меньше Почти что в половину Прожиточного минимума Установлено для данной категории пенсионеров Суд взыскивает с дочери алименты На основании статьи 87 Часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации Так как трудоспособные Совершеннолетние дети Независимо от их материального положения Обязаны содержать своих нетрудоспособных Нуждающихся в помощи родителей И заботятся о них То обстоятельство Что имело место Трудное материальное положение В котором находилась мать с дочерью Не освобождает дочь От уплаты алиментов для матери Которые, как установлено В судебном заседании У суда нет основания Не доверять пояснениям Которые дала истец О том, что она заботилась о ней И сделала все возможное Чтобы избежать Иных ситуаций Которые могли случиться С ее несовершеннолетней дочерью Именно поэтому Решение постановлено И размер алиментов Взыскан именно в таком размере Дело закрыто Ну что, добилось? Добилось? Да, добилось Решение суда Иск удовлетворить частично Все-таки дочери придется платить деньги На мое содержание Правда, не 7 тысяч, а 6 Но сдохлые овцы Хоть шерстный клок Неожиданное решение Суда Придется сжиматься Да, с деньгами Тяжеловато Ну что ж поделаешь Я расстроена Истец требует имущества Из чужого незаконного владения Ответчик против иска возражает Заявляет встречный иск Об истребовании своих вещей Пожалуйста, истец, я вас слушаю Ваша честь Я прошу взыскать с ответчика Моей бывшей тещи Зинаиды Марковны Денежную сумму За вот ряд оборудования И вещественных предметов Когда квартира находилась в моей собственности Я купил, ну, заменил мебель И бытовую видеотехнику на новую Так какую сумму вы требуете взыскать? Это 201 тысяча рублей Плюс был произведен непосредственно сам ремонт Ну, обои, я там заменил окно Это 61 тысяча рублей Ну, всего какая сумма? Общая сумма Я прошу взыскать Это 208 004 рубля Так Теперь давайте по пунктам За что? Телевизор 17 900 рублей Водонагреватель 11 549 рублей Угловой диван 34 072 рубля Стиральная машинка 21 490 рублей Морозильная камера 17 990 Электроплита 5 тысяч рублей Кухонный гарнитур 50 тысяч рублей Микроволновая печь 4 тысячи рублей Кухонная мойка-смеситель Общество Стоимостью 16 тысяч рублей И обои на 23 тысячи рублей Плюс ремонт Стоимость ремонта И окно Это еще 60 тысяч рублей Ремонт чего? Ремонт кухни и комнаты Так, теперь, пожалуйста В какой квартире это находится И почему вы требуете эти вещи? И почему у ответчика? На момент, когда все это Производились все эти затраты Приобретались, делались определенные работы И так далее Эта квартира находилась в моей собственности Так Потом у нас был суд С кем? С Со мной Ответчиком Ответчица кем вам приходится? Ну, бывшей тещей Бывшей тещей Почему с ней был суд? Ну, потому что квартира принадлежала На праве собственности мне Я подал Там у нас были очень сильные разногласия У меня там умерла супруга Бывшая, сейчас у меня другая Я снова женился Вот Ну и вот на этой вот моральной Ботовой, скажем так, почве У нас очень сильно Произошел конфликт Вот И не могли мы ужиться с тещей никак Хотя не раз это пробовали делать И в результате Я подал иск В суд на выселение Так как квартира была в собственности Но так уж жизнь повернула И судья решил, что В связи с тем, что теща В свое время мне эту квартиру подарила Ну, это отдельное судебное Как бы разбирательство Вот В свое время Признали ничтожным Договор дарения И квартира была возвращена В собственность Возвращена, да Ответчице Да У меня даже такое впечатление Что это сделала я Совершенно верно, Ваша честь И теперь вы требуете вернуть Денежные средства Ну, которые были вложены Которые были вложены Совершенно верно Совершенно верно Понятно Передайте, пожалуйста, документы Через судебного приступа Так, пожалуйста, ответчик Слушаю вас Значит, начну с того Что теперь эта квартира Принадлежит Как и раньше Принадлежала мне Вот свидетельство О собственности Это первое Второе После того Как решение суда Вошло в силу Мой бывший зять Со своей новой Приживалкой Никак не хотели Освобождать квартиру В течение длительного времени Никак не хотели Выезжать Как я не просила их Об этом Спасибо приставам Я пригласила приставов Которые просто В один день Буквально за два часа Пришли И освободили мне квартиру От бывших моих родственников Когда они уходили Из квартиры Я им не запрещала Ничего Оставлять Все, что они считали Нужным забрать Они могли забрать Только в квартиру не пускала Я не препятствовала Вывозу вещей Которые они покупали И вывозу Как личных Так и покупных Потом я личные вещи Их вот собирала По всей квартире За эти вещи Страшно взяться Вот без перчаток Вот даже вот Перчатку порвала Даже не могу вам показать Зачем их в суд Принесли Вы можете его забрать Вот вы Бязные Отвечик Отвечик На, возьми Подавись Ну вот Вот такая вот история Отвечик Суд накладывает на вас Административное взыскание И на вас заодно тоже По одной тысяче рублей Вещички все собираем В пакетик Прячем Чтобы я их не видела Можете вдвоем Давай помогай Чего ты расстался А что это за вещи Давай, давай Твои шмотки Вот и забирай Родимая Где-то взяла Без галтер Твое все Не мое Еще одна такая выходка Я приглашу судебных приставов Что Извините, Ваша честь Просто уже эмоции переполняют Это что касается личных вещей Что касается его, так сказать Более громоздких покупок Кухонный гарнитур Я не отрицаю Что телевизор Холодильник И так далее Все это находится в моей квартире И все это было куплено На деньги Моего бывшего зятя Я это не отрицаю Этими вещами Я не пользуюсь Кухонным гарнитуром Не пользуетесь? Зачем? У меня есть столик Стульчики Зачем мне? Дело в том, что Хорошо Пользуюсь Постольку, поскольку У меня нет другого выхода Почему? Пожалуйста Я все верну Все В целости и сохранности Но где мои вещи? Дело в том, что Все эти приобретения Весь этот ремонт Был сделан тогда Когда я лежала В больнице С инфарктом До которого он меня довел А кто был в этот момент Собственником квартиры? Он Причем тогда Ваш инфаркт? Но дело в том, что Вещи-то мои Приобретенные мной И моей дочерью Умершей Какие вещи? Которые были Старые Прежний холодильник Он старый для него Но меня он устраивал Прежняя стиральная машина Прежний Телевизор Он меня устраивал Кто приобретал эти вещи? Ваша дочь? Я и моя дочь Еще до замужества Когда мы Только с ней Приобрели эту квартиру Когда я ее Приобрела И Мы ее обставляли Вот тогда Мы с дочерью Постепенно Все это дело покупали У меня Пожалуйста Здесь есть Технические паспорта На всю технику Все чеки На эти приобретения Где все это Мое имущество? Я думаю Что на помойке Тогда в чем дело? Мои вещи на помойке А я чем Должна пользоваться? Почему я Совершенно верно А просто Если человек бы не был в больнице Мы там жить не могли Если бы ты меня туда не загнал Я вообще хотел подарок сделать Человек приехал Спасибо тебе за такой подарок Спасибо Здоровье Начал с инфаркта И закончил Вот так вот Ваша честь Вот любой Ну и где вещи? Вещи у меня в квартире Нет Ты сейчас спрашиваешь А Извините Я таджикам денег давал Еле вынесли Их там реально хлам Вы понимаете? Извините за такой Вы понимаете? Там просто Все текло Ржавело И так далее Ничего подобного Это все было куплено Все было в хорошем состоянии Я давно хотел это сделать Но не давали просто Скажите пожалуйста Да потом все гастарбайтеры Тебе по квартире Распинули Скажите пожалуйста Ответчик Скажите пожалуйста В какую сумму Вы оцениваете вещи Которые Истец вывез из квартиры? Те самые Я сейчас Прежде чем Назвать вам сумму Я еще хочу Вот о чем сказать Кроме того Что он выбросил Все мои вещи Как мебель Так и технику Его новоиспеченная жена Вынесла из квартиры Все украшения Моей дочери Мой племянник В интернете Нашел фотографию Вот пожалуйста Его новая жена В украшениях Моей дочери Обращайтесь В прохранительные органы Я тоже прошу Не путать Вот эти вещи Это точно не ко мне Совсем У вас Я конечно обязательно У вас заявлены Эти исковые требования В исковом требовании Да заявлены Украшения дочери Конечно Но они же не вам принадлежат А куплены Они передавались По наследству Понимаете Мне от моей матери Почему вы обращаетесь С таким требованием В гражданский суд А не В правоохранительные органы Ну потому что С меня требуют Деньги За имущество Хорошо Почему вы тогда К ИСУ обращаетесь Если вы говорите Что вы уверены Что это сделала Его нынешняя супруга Минуточку Ну они же Одна семья Значит у них общий бюджет Значит они обязаны Мне вернуть Личные вещи Моей умершей дочери Хорошо Я понимаю В какую сумму Вы оцениваете Эти украшения И в какую сумму Оцениваете Предметы бытовой техники Которые Истец Выкинул Ну Я не буду Как бы Я понимаю Что это вещи Не новые Я оцениваю Доставленные мне убытки Сто тысяч рублей Сто тысяч рублей Во всяком случае Я смогу Взамен И просите взыскать их С ИСА Я две тысячи давал таджиков Чтобы их унесли Извините Ваша честь Как Ну о чем Свои проблемы Истец Не перебивайте Извините Скажите пожалуйста Отношение к ИСКу Вы готовы вернуть ИСУ вещи? Я готова Дело в том Что он даже не пытался Их вернуть Если бы он мне хоть раз Позвонил То есть вы готовы Демонтировать кухню Отдать плиту Холодильник И все такое прочее Готовы Если он мне Погасит Мой ущерб И выброшенных вещей Я найду способ Выйти из этого положения Я прошу прощения Я не готов Это забрать Потому что Это уже Во-первых Амортизия Мало того Вы представляете Если я вдруг Заберу эти телевизоры И она туда гвоздь не вобьет Человек вообще неадекватный То есть я могу Ты сам-то неадекватный Я неадекватный Вы сейчас выйдете постановление Или решение о том Чтобы она мне эти вещи вернула А мне вернется хлам А вы не заявляете Таких исковых требований Я заявляю День денежной компенсации Деньежную компенсацию Я просто вот на всякий случай Я услышал Что вот эта речь О том что демонтировать И вернуть Это был вопрос Но у вас же не заявлено Этих исковых требований Вы заявляете Только деньги Только деньги 280 тысяч Из них стоимость имущества Насколько я поняла 208 тысяч И 60 Нет 63 тысячи за ремонт Там в документах есть Без ремонта Сколько? Окно Чисто оборудование 203 тысячи 203 тысячи Окно 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 с обоями И так далее 64 Я сейчас Напомню Не помню Там все изложено Все чеки и так далее Все просуммировано Я не собираюсь всего этого Вы плачете Документы передайте пожалуйста Захотел тоже мне Че захотел Да ничего Микроволновкой я твоей вообще не пользуюсь Твою буду нагревательным этим прибором Я вообще не пользуюсь Прошу всех встать Оглашается решение суда Суд принял решение Первоначальный иск удовлетворить в полном объеме Взыскать с ответчицей в пользу ИСА Сумму в размере 280 тысяч 4 копейки Суд выносит данное решение В связи с тем Что для ответчицы Приобретенные вещи Равно как и улучшение Неотделимое улучшение в квартире Являются неосновательным обогащением В судебном заседании установлено Что истец производил ремонтные работы И приобретал Встраиваемую технику В тот момент, когда был Собственником квартиры И соответственно Согласие ответчицы на это Не требовалось В то же время Так как теперь ответчица Является собственницей квартиры Действительно истец Понес ущерб А ущерб Должен быть возмещен В полном объеме В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации Что касается иска Который был заявлен Как встречный иск Ответчицы То я вынуждена отказать В этом иске В связи с тем Что суду не представлен Заключение Либо акт оценки Утраченных вещей Все вещи О потере которых Говорит ответчик Служили очень много лет И естественно Они уже не новые По той стоимости За которую они Приобретались В связи с этим Суд не может взыскать А просто сумму Названную ответчиком Как вот возместите Мне пожалуйста 100 тысяч рублей Суд тоже не может взыскать Потому что Каждое обстоятельство На которое ссылается сторона Должно быть доказано Письменными Доказательствами Либо иными доказательствами Которые допускаются По закону Поэтому в данном случае Если Ответчица Заявляет Иск И говорит О взыскании Суммы С ответчика В размере 100 тысяч рублей Она должна была Этот ущерб подтвердить Это могло быть Заключение Специалиста Товароведческое Где Было бы указано Что вещи Которые Утрачены На момент Их Утраты Стоили Такую-то сумму Тогда у суда Было основание Для взыскания А так Конечно же Никаких Оснований У суда Не имеется Кроме того Стороны Я вам разъясняю Что на момент Исполнения Решения суда Я все-таки Очень надеюсь Что вы сможете Договориться И чтобы вам Не выплачивать Такую большую сумму Может быть Часть вещей Которые вы можете Вернуть Без ущерба Для квартиры Вы ИСЦУ передадите А ИСЦЦ В свою очередь Пойдет навстречу Ответчице И часть вещей Заберет Чтобы ее Не вергать В большие Расходы Понятно? Дело закончено Я даже не предупредил Что он будет Выбрасывать Как же это можно так? Решение суда Иск удовлетворить Во встречном иске Отказать Сработал эффект бумеранга Квартиру потерял Деньги приобрел Живем дальше Я доволен Я не просила зятя Все менять в моем доме А теперь мне придется Выплачивать И потом непонятно Что с драгоценностями Я это дело Так не оставлю Нерешенным